Скажем еще славу нашему Господу! По милости Божьей мы сегодня в этот такой хороший день пришли на место сию, чтобы вспомнить о рождении Иисуса Христа. Это прекрасный день, знаете, сегодня. В основном все люди улыбаются, видят друг друга все. В таком хорошем настроении, потому что день праздничный, день хороший для нас. Потому что, как уже сегодня и брат нам говорил, это самый великий день, в особенности для нас, язычников, когда пришел Спаситель для нас. Родился сам Бог. Поэтому будем радоваться в этот день, будем благодарить нашего Господа за Его великие милости к нам. Будем прославлять Спасителя нашего за то, что Он любит нас, не оставляет нас. И, знаете, я думаю, это хорошо. Хорошо, вот когда мы поздравляем друг друга, когда улыбаемся друг к другу. Это хорошо. Это прекрасно. Когда у нас хорошее настроение, это тоже хорошо. Хоть бывают моменты, когда и нет этого хорошего настроения, но и тогда мы должны благодарить и славить нашего Господа и искать Его. Я буду читать Слово Божие перед нашей молитвой. Мы будем еще молиться нашему Господу. Будем искать Его, благодарить Его за все. И, знаете, брат позвонил мне, предложил говорить Слово, знаете, ну вот так как-то рассуждал. Ну, праздничный день, о чем говорить? Как говорить? Ну, и нету как бы вот такого какого-то слова в сердце. Хоть есть какие-то проповеди, но хочется, чтобы как-то связано с этим праздником. Вы знаете, я молился Господу, и Господь дал мне это слово, которое я хотел бы с вами сегодня поделиться. Я буду читать, буду начинать, Евангелие от Луки, с первой главы я буду выборочно читать. Начну от 26 стишок. В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученную мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деви Мария. Ангел, владяк, мне и сказал, радуйся, благодатная Господь, с тобой благословенно ты между женами. И я немножко пропускаю. Здесь написано, она смутилась, она не могла понять этого приветствия. И Ангел объяснил ей все это. И 34 стишок говорит, Мария же сказала Ангелу, как это будет, когда я мужа, не знаю. Ангел сказал ей, вот ведь Дух Святой найдет на тебя силу Всевышнего, синить тебя по всему и рождаему, Святой наречется Сыном Божиим. И 38 стишок, тогда Мария сказала, все раба Господня, да будет мне по слову Твоему, и отошел от нее Ангел. То есть Мария поверила тому, что сказано ей, и приняла это с радостью. Она возрадовалась, потому что, написано дальше, она с радостью пошла к Елисавете, потому что услышала, что вот они были в летах преклонных, это их родственники, ее родственники были, у них не было детей, но Господь им сотворил эту милость, и должен был родиться у них также ребенок. Она с радостью пошла туда, чтобы приветствовать ее. И там, когда, я не буду все читать, когда она пришла к Елисавете, младенец икрал в утробе ее, она говорила пророчество к Марии, и Мария дальше говорит, и сказала Мария, это 46, первой же главы Луки, и сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем, что призрел он насмирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его». Здесь Мария радуется о том, что она обрела благодать у Господа, как ангел ей сказал. Она увидела, что хоть она была смиренная, она была кроткая, но Господь презрел на нее, и единственный человек на земле, который родил Сына Божьего. Она была великая в глазах Божьих, и она радовалась этому, она торжествовала этому, ей радостно было в сердце, от того, что это произошло. Ну и дальше мы знаем эту историю, это уже мы можем читать Матфея, когда Иосиф, ее жених, который, написано, брал ее за себя, есть даже, Матфея там написано, даже что муж, и написано, что он хотел тайно ее отпустить, узнав о том, что его невеста беременная. Она, я не знаю, нам не описывается, наверное, у них были какие-то дискуссии, наверное, она рассказала, что произошло, но, может, не до конца, или не поверил ее жених, или, я не знаю, по каких причинах, но он, написано, будучи мужем праведным, не захотел оглашать ее, потому что это позор, это даже грозило, возможно, смертью ей, он хотел тайно отпустить ее, чтобы тихонько все, как бы, сделать, ну, разрыве ихней помолвки, можно другими словами по-простому сказать. И тут, знаете, кажется, ну, это же Бог избрал ее. Кажется, все должно идти гладко, все должно быть, ну, как положено, почему это? Я не знаю, какие вопросы были у Бога, Марии к Богу. Почему это происходит? Знаете, дальше мы видим, Иосиф уявился, ангел во сне, он сказал ему, чтобы он не боялся, что это действительно от Бога, он поверил этому, он согласился с волей Божией, принял ее, все хорошо, все нормально. Дальше мы уже, сегодня нам читали, ангелы пришли, когда уже младенец родился, хотя тоже, если взять, ну, проблемы, опять же, у Марии, она идет беременная, ей вот-вот родить, приходят в Вифлеем, в гостинице нету места, опять неустройство, опять, ну, почему? Ведь я же ношу Сына Божьего, почему это не устройство моей жизни? Почему это так? Но они приходят в гостиницу, им не нашлось места, идут где-то там, где животные находились, может, какой-то сарай, я не знаю, но там были ясля, она там родила, в этом месте, и положила Иисуса в этот ясля, или кормушку для скота. Там она положила, это было первой колыбелью Иисуса Христа. Но опять приходят пастухи, прославляют, говорят, что вот такое все, опять радостно Марии. Приходят потом волфы, опять радостно Марии. Но еще одно место я прочитаю, это также Луки, из 2 главы. Когда на 8 день они принесли Иисуса, чтобы по закону обрезать Его, и там был некий муж, святой муж, и написано, муж Симеон, и 34 стишок 2 главы написано, «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, все лежатся и на падение, и на восстановление многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». И вот этот стишок 35, который говорит, «И тебе самой пройдет оружие душу», я хотел бы взять в основу своей проповеди. Мария, она была избрана из многочисленного народа, живущего в то время. Было много, как уже сегодня говорилось, Иисус не пришел каким-то богатым, каким-то знатным, каким-то великим, Он нашел именно Марию. И здесь, опять же, пророчески, этот муж благочестивый Симеон, на котором был Дух Святой, он сказал, «И тебе самой пройдет душу оружие, да откроется помышление многих сердец». И знаете, в нашей жизни много может быть подъемов, много может быть падений. В одном псалме мы поем на фаворе побудем и снова пойдем. Снова пойдем в битву, снова пойдем к проблемам нашим. Знаете, Мария, написано, когда Иисуса распинали, когда Он был на кресте, истекал кровью, в муках, написано, там была матерь ее. Там была Мария, которая видела все это. И вот это оружие, оно прошло ее сердце, ее душу, она видела своего сына, может быть, она не понимала, или даже, скорее всего, не понимала, почему это. Почему это? Я родила сына Божьего, я родила Спасителя, она знала, как Он родился, Он знала, от кого Он родился. И тут висит на кресте, и проходит это оружие, душу ее. Знаете, я вспоминаю, когда-то, где-то 8 лет мне было, и очень сильно был, заболел, и был при смерти, три дня, по-моему, без сознания вообще лежал, но мама моя молилась, и я остался жив, потом уже в больницу меня отвезли, но прошло какое-то время, и к маме было слово от Господа, пророчески, и сказано, что он должен был отойти в вечность, но по твоей молитве он остался жив. И мне мама это рассказала, я был маленький, я так, не раздумываясь, не думая, так сказал, а зачем ты молилась за меня, мне было бы же лучше там на небе. И знаете, я запомнил на всю жизнь выражение моей мамы, как оно как бы побелело, какая скорбенью, на лице появилась от моих слов. Я этого тогда не понял. Это оружие прошло душу ее, когда она услышала эти слова. Я тогда этого не понимал, сейчас я видел своих детей, я знаю, что я такое, потому что я тоже видел сына своего умирающего, я это могу понять. И знаете, это оружие, оно прошло сердце и Марии. Она прочувствовала это, когда ее сын, он висел, она не могла, может быть, этого понять, почему это. Почему так? Почему это произошло? Он же твой сын Божий, почему он висит, почему он в страданиях? Почему так произошло? И знаете, в нашей жизни Слово Божие говорит, что, я прочитаю это первое Петра, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшую вас из тьмы в чудную свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Прекрасные слова. Знаете, к Марии были слова, что ты радуйся, благодатная, ты одна из тех, и не то, что одна, единственная из всех, кого избрал Господь. И это слово, оно звучит к нам, что вы народ святой, вы люди особые, вы царственное священство, вы цари и священники здесь на всей земле. И кажется, везде должен быть зеленый свет, везде все должно быть устроено, все должно быть, как царским детям, как священникам, все должно быть прекрасно, все должно быть отлично. Но в этом же послании Петра в 4 главе 1 стишок мы читаем. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающей плотью перестает грешить, чтобы остальное воплоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Противоречие какое-то. Здесь царственное священство, здесь люди святые, а здесь уже апостол Петр говорит, что вооружитесь той же мыслью. «Как Христос пострадал воплоти, так и вы будете страдать, так и вам надлежит это пройти». Нет уже зеленого света, нет то, что нам кажется, должно быть нормально все, должно быть отлично. Должно быть только зеленый свет, и вот только идти за Господом, и всегда в радости, и всегда приятно, всегда улыбаться, как подобно мы сегодня это делаем. Сегодня день хороший, сегодня у нас есть возможность улыбаться, сегодня мы видим друг друга, мы поздравляем, мы готовы обнимать друг друга, готовы радоваться вместе, потому что день хороший сегодня, но завтра может быть другое, завтра может быть у нас случится какое-то незина, нам нужно может быть будет проходить где-то низко, потому что я этого не до конца понимаю и не могу, моя плоть, мой разум этого не понимает. Почему так? Почему почти все Слово Божие говорит о том, что нужно трудностями пройти человеку, чтобы войти в небо? Этого мой разум не хочет понимать, он не хочет этого принимать. Почему так? Почему не свободный вход в небо? Ведь Господень Бог всесильный, Он любящий нас. Но сам Иисус Христос пришел на землю, Он, как уже говорилось, Он не пришел в царские палаты, Он не пришел куда-то в богатые дома, Он не пришел куда-то, где все хорошо, где все прекрасно. Он с самого рождения пришел в бедную семью, где им пришлось находиться в хлеву, где его первой кроваткой, колыбелью, это были ясли, это была сена, подстилка его, это сам Сын Божий. Дальше мы читаем, он был скитальцем, Иосиф взял его и убежал в другую страну, чтобы сохранить жизнь его. Опять скитание, он маленький, в другой стране, опять какие-то трудности в жизни. Иисус возрастает, Он идет, Его не понимают, Его гонят, Его преследуют, Он делает добро, а Ему в ответ делают зло, Его хотят убить. Его не просто захотели убить, Его убили. Он принял мученические страдания, Он все перетерпел. И Слово Божие говорит, что и вы должны вооружиться этой же мыслью. Хоть, как я говорил, это, ну, моя плоть с этим не согласна, она не хочет этого. Но Слово Божие говорит другое. И Слово Божие, это наш путеводитель в небо. Это наш светильник, которого мы должны держаться. И знаете, сегодня многие проповедуют и говорят о том, что сегодня мы цари и священники, мы должны царствовать здесь, на этой земле. У нас должны быть лучшие дома, у нас должны быть лучшие машины и тому подобное. Сегодня очень много так учат. Это хорошо. Сегодня, друзья, у нас не худшие дома. Сегодня у нас не худшие машины. Сегодня Господь нас и в этом благословил. Но Слово Божие говорит, вооружитесь той же мыслью, что как Христос пострадал плотью, так и вы. Потому что вечность, она дается трудностями. Я этого не понимаю до конца. Я этого не знаю, почему так. Потому что, если, возможно, мы дадим своей плоти свободу, если, возможно, в нашей плоти будет все хорошо, мы тогда будем забывать о Боге. Это происходит почему-то у человека. Это почему-то так происходит. Я не знаю, почему мы вот такие. Такая плоть может быть у нас. Когда у нас все хорошо, когда все улыбается, как мы поем, ну, зачем тогда и Бог, ведь все хорошо. Благодарю тебя, Господь. Перед сном утром, может быть, сказали, и все, нам Бог больше не нужен, у нас все хорошо. А Господь хочет общения с нами. А Иисус хочет иметь беседу с тобой и со мной. Он хочет, чтобы мы имели общение с Ним. Он хочет, чтобы мы беседовали с Ним, и Он с нами. И поэтому, бывает, Господь допускает в нашей жизни какие-то трудности, какие-то переживания. Поэтому, друзья, мы будем приготовлять себя не только к хорошему, не только к радостному. Сегодня, как я говорил, мы на фаоре. Сегодня у нас все хорошо. Сегодня мы радостны, мы улыбаемся, потому что пришел Спаситель в этот день, и мы радуемся о том, что сам Иисус Христос пришел на землю. Это хорошо, это прекрасно. Но завтрашний день Он придет, и я не знаю, какой для кого. Но я хочу нас ободрить, что Иисус Христос, Он прошел этот путь. Мария, она прошла этот путь. Она этого не понимала. Она была матерью Иисуса Христа. У нее были трудности большие. На ее глазах умирал ее сын. Это тяжело, друзья. Он не просто умирал, он мученически умирал. Она это видела. Это то оружие, о котором я читал, что оно пройдет душу твою. И знаете, это оружие, оно может быть пройдет в твою мою душу. Но нам нужно сегодня довериться Господу. Нам нужно довериться Иисусу Христу. Нам нужно довериться благодати Божьей. Нам нужно довериться тому, что Он с нами как в радости, так и в трудностях наших, и не терять веры нашей, не терять упование нашего. Он возле нас, Он недалеко. Может быть, трудности сегодня у кого-то из нас. Может быть, и сегодня у кого-то переживания, потому что мы во плоти сегодня находимся. Но есть Иисус Христос, который сказал, «Я не оставлю тебя и не покину тебя». Он любит нас. Хоть бывает, Господь хочет испытать нас, потому что написано, что Бог испытает всякую плоть. Бог пошлет испытания для каждого. И ничто нечистое, и преданной мерзости, и лжи, оно туда не войдет в небо. Господь хочет переплавить тебя и меня. Он хочет очистить нас. Он хочет, чтобы мы были чисты пред Ним, чтобы ходили и только видели Иисуса пред Собою. Поэтому, друзья, будем искать Господа Бога нашего. Будем искать Иисуса Христа в этот радостный день, когда Христос пришел в этот мир. Когда, как уже говорилось сегодня, весь христианский мир вспоминает этот день. Может быть, как в воскресенье нам говорили, может быть, и притворно кто-то. Может быть. Потому что для многих, к сожалению, сегодня рождение Иисуса Христа превратилось в день подарков, в день елки и тому подобное, в день Деда Мороза, Санта Клауса и тому подобное. Знаете, слышал статистику одну, делали опрос, по-моему, в штат Кензас, и там задавали детям вопросы, что такое Рождество, и, по-моему, 10% в школе ответило только, что это рождение Иисуса Христа. Одному мальчику сказали, что такое Рождество, моему, 12 лет, он говорил, это день, когда мы все начинаем играть верующих. И знаете, это часто так, вот приходит какой-то праздник, все верующие, все идут в церкви, все идут, как бы, ища Господа, приходит другой день и, ну, не встает, не встает этого нашего верующего, который мы считаемся. Господь хочет, чтобы мы сегодня не играли, не играли в Рождество, не играли еще в какой-то праздник, но чтобы мы верили в рожденного Иисуса Христа, который пришел для спасения нашего. И не только в этот день, а каждый день. И не только, чтобы нам думать о том, что мы вот царственное священство, мы народ святый, и нам будет везде зеленый свет, у нас будет везде устройство. Слово Божье говорит, оно полностью пропитано о том, что и сам Иисус Христос говорил, что Царствие Божие, оно усилием берется, и прилагающее усилие восхищает его. Нелегок вход в небо, друзья. Я, как я говорил, я этого не понимаю, я этого не могу, своим разумом ничтожным этого понять, почему это так. Но так оставлено нам в Слове Божьем. Мы должны вооружиться этой же мыслью, что если Христос пострадал во плоти, и нам придется страдать во плоти. И также, друзья, будем молиться о том, чтобы Господь помог нам. Господь помог нам, когда у нас нету зеленого цвета, когда не все так, как нам кажется, что должно было бы быть. Когда, может быть, мы ходим пред Господом, может быть, мы храним сердце свое, может быть, мы все делаем по Слову Божьему, а у нас неудача за неудачей, а у нас все не так, а у нас что-то не получается, чтобы мы помнили о том, что Иисус Христос, Он терпел в этой жизни, не живя во плоти. Чтобы наш Дух, Он не имел этого, чтобы наш Дух, Он не терпел, чтобы наш Дух, Он радовался, потому что написано всегда радуйтесь. Знаете, во плоти мы, ну, это невозможно всегда радоваться по плоти нашей, потому что бывают скорби в жизни. И наша плоть, она не способна радоваться, но наш Дух может всегда радоваться. Наша внутренность, она всегда может радоваться о Господе, радоваться о том, что Он с нами, Он не оставляет нас и не покидает. И поэтому, друзья, будем молиться о том, чтобы нам идти за нашим Господом, чтобы нам держаться нашего Господа во всех случаях жизни нашей. То ли на фаоре, когда мы в радости, когда все хорошо, то ли если мы опускаемся куда-то вниз, и приходит проблема, приходит нужда в жизни. Чтобы нам всегда доверять Господу. Чтобы, если даже мы и не понимаем, если, может быть, не все так, ну, вообще, в человеческой логике, может быть, не слагаться, ну, почему так, Господи? Ведь я же служу Тебе, почему? Почему? Знаете, когда-то Асаф, он молился и говорил, что, вот я вижу, своими словами говорю, вижу беззаконных людей, которые грешат, которые поступают неправедно, нечестивы, и вот у них все хорошо, у них все устроено, у них нет никакой заботы, у них домы полны богатства, их глаза даже выкатились от жира, у них все устроено, почему это так? Но, говорит, я не мог этого понять, доколе не вошел в Освятилище Божье, доколе не пришел в присутствие Господне. Поэтому, друзья, нам нужно сегодня пребывать в присутствии Божьем всегда, всегда, чтобы наше сердце, оно не возраптало, видя, как бы в наших глазах, несправедливость. Мария этого, может быть, не понимала, она не видела это, почему это происходит с ее Сыном, и не только с ее Сыном, Сыном Божьим. Почему это происходит? Она этого не понимала. На этот пример для нас оставлено, что и мы должны надеяться только на нашего Господа, и если нам что-то непонятно, что мы доверялись нашему Господу, что мы отдавали все в руки Его, потому что Он есть наш Бог, Он не оставит ни одного. Может быть, даже придется и умереть воплоти. Может быть, придется оставить эту храмину. Но есть вечность, есть будущность, есть вечная радость Иисусом Христом. Есть то блаженство, которое мы сегодня не способны понять, и это будет там, на небесах, друзья. Поэтому будем надеяться на нашего Господа, будем доверять Ему, будем отдавать все в руки Его. яюною, все Against the P